44 самарских дома являются памятниками федерального значения. Еще более 400 – регионального. Судьба еще 600 построек пока решается. Если эксперты признают их ценными для Самары, здание ждет реновация. Помимо памятников, обеда культурного наследия, есть еще так называемый ценный град, формирующий объект. Они не являются памятниками, но они формируют вокруг себя соответствующую среду. Таким постройкам относится, например, этот старый деревянный дом в историческом центре города. В середине прошлого века он стал знаменит на весь Советский Союз. Зимой 55-го на этом месте у дома 84 Почкалова собиралась целая толпа зевак. Только ленивый не заглядывал в эти окна. Судяло в девушке Зое, которая танцевала с иконой в руках и окаменела. Эта история разошлась не только по городу, но и по стране. Слухи ходят и ныне, поэтому в городе сегодня не готовы отказываться от этого легендарного дома. Его судьба остается под вопросом. Дом планируют восстановить и открыть здесь музей. А вот на соседнем участке хотят возвести новое здание. Этот вопрос неоднократно обсуждали. Участок входит в границы исторического поселения. Этот статус исключает возведение многоэтажек в центре Самары. Очень много сейчас говорят об индивидуальной аутентичности российских городов. И мне кажется, в этом отношении Самара занимает достойное место среди них. И не похожа ни на один из городов. Сохранение вот этого своеобразия, этого самарского колорита, наверное, является одной из основных задач как раз реновации этой части города. Основные так называемые градоформирующие здания осмотрела вместе с инициативной группой и глава города Елена Лапушкина. В центре внимания как маленькие колоритные домики, так и высотки в центре, которые уже возведены. Например, вот этот дом 35 по Куйбышево. Он еще не сдан. Разрешение на строительство выдано в 2009 году. Задолго до идеи присвоить Самаре статус исторического поселения. Квартиры в доме купили 155 человек, поэтому их стройку закончат. Но возводить новые многоэтажки уже не будут. Максимум, что можно построить – здание в три этажа. Оставшихся великанов активисты предлагают вписать в городскую среду с помощью плюща и дизайнерского оформления фасада. Мария Левина, Николай Епифанов. События.